Международный день солидарности трудящихся в Омске поддержали несколько тысяч человек. Для шествия специально перекрыли улицу Ленина. Работники предприятий, представители общественных организаций двигались от театра драмы к площади Бугольца, где была оборудована сцена для митинга и праздничного концерта. По-прежнему основными проблемами остаются зарплаты, жилье и пенсии. Свои предложения лидеры профсоюзов изложили в резолюции, а реализовать ее надеются при активном содействии власти. На уровне правительства работодателей в области и на уровне мэрии работодателей в городе Омске. За те, которые проблемы сегодня озвучили, мы их и продолжаем будем дальше следить за этими выполнениями этих поручений, резолюции. Затем по Любинскому проспекту прошли омские коммунисты. Во главе колонны несли огромный флаг на митинге, который состоялся традиционно на площади Ленина. Выступающие критиковали региональную муниципальную власть. В частности, коммунисты считают, что выделять деньги из городского бюджета на деятельность КТОСов нельзя, так как это делается не ради горожан, а в политических целях. Пусть мне покажут, что сделали КТОСы, какая отдача от этих денег они не могут предъявить. Это, извините меня, мошенничество, политическое мошенничество, бессовестность. В нищем городе, где масса проблем, где рушатся здания, где разваленные дороги, кормить дармоедов ради своих политических интересов, это подчеркивает, с другой стороны, слабость этой власти. Только платные агенты будут нагонять людей на выборы.